Танкист, на VODKIT.RU всего за 149 рублей ты можешь получить танк, кучу золота и другие призы. VODKIT.RU. Каждая шестая игра бесплатна. Заходи, ссылка в описании. Баджер, баджер, баджер. Вот и появилась наконец-то ПТ-шка, друзья, на тестовом сервере. Всем привет, с вами Amvai921, и сегодня мы разберемся, что появилось на тестовом сервере, узнаем, так ли он хорош, как оказалось на берегу. Также поговорим о новых параметрах, о которых я, оказывается, несколько неправильно донес вам информацию в прошлом видео. Короче, разберемся вот все по полочкам, что в настоящий момент является собой это новое британское ПТ 10 уровня BADGER, ну или FV217. Но все, наверное, будут называть их барсуком, потому что, блин, ну Бэджер же, барсук с английского. Собственно, ПТ отличается от всех танков в нашей игре тем, что у нее нет уязвимых частей, вот почти ни одной, с верхней части корпуса. Никаких дальномеров, никаких командирских башенок, ничего, что могло бы принять урон стреляющего, если это, конечно, не арта по нам стреляет. В лоб не пробьешь ее почти ничем. Это основное, вокруг которого все крутится. В общем, внимательно запоминайте. Самое слабое место у ПТ, ну кроме кормы, само собой, и бортов, которые довольно крепкие, кстати, еще и кранчик есть, это нижний бронелист. Причем он такой необычный, стоит как бы из двух частей. То есть по краям фиг пробьешь еще с ББшки, а вот по центру можно. Там 243 приведенных миллиметра. Верхний бронелист 368 приведенки. Тоже хоть устучись, только голдой суперлютой можно пробить. В рубке примерно столько же. То есть самые уязвимые зоны у нас это вот такие вот красные полукруглые сисии, как будто бы. Там приведенки 333 миллиметра, ну вот в обычных местах. Голда туда еще поле меня пробивает. Остальное все. Маску не пробить. Вот область вокруг маски тоже. Если эта ПТшка будет немного ромбовать, отворачиваясь от вас прямым углом, то тогда будет оголять некие элементы вокруг орудия. Ну там типа корпус внутри. Там 152 миллиметра, и там можно пробивать. То есть она встала вроде бы ромбом, танкует нижним бронелистом, а ты стреляй ей в пушку, попадешь в эти вот другие грани. Короче, все сложно, разберемся уже в бою. Что у нас все-таки осталось в орудии? Я вам немножко не так сказал в прошлом видео. У нас альфа теперь 480, но ДПМ такой же, 3550 фактически. Это на секундочку самый высокий урон в минуту сегодня среди всех танков игры. Суперточность 0.3, суперсветение 1.7 и супербронепробитие. Теперь внимание, если у вас бонов, как на тестовом сервере, куры не клюют, и поставить сюда экспериментальный досылатель, экспериментальную вентиляцию, предбоевую инструкцию еще на досылание пулек, то же самое, доппайок поставить и боевое братство, то все вот это вот, вот только представьте, вот все вот это вот, превращает эту ПТшку в просто, я не знаю во что, средний урон в минуту 4800. Таких цифр не было никогда вообще. 4800 это просто вентилятор урона. Единственное, что вам требуется, это как-то так сделать, чтобы вас в конце концов не пробивали. Ну и тут самое интересное. Слушайте особенно внимательно, потому что если вам на этой ПТ и не играть, допустим, не выкачали или не хотите, или нету, или не будет у вас на аккаунте ее, то вам рано или поздно будет с ней приходиться бороться. Поэтому нужно очень сильно знать, как и что. Прежде всего, если этот Бэджер выезжает так, что нижний бронелист у него скрыт, его можно пробить. Его само собой пробивают короли японского бездорожья, всякие Тайп-5 Хэви и прочие алкотанки, само собой арта, само собой всякие бабахалки британские, те же с фугасами, но все остальные не пробивают. Еще хорошо пробивает ее Як-Панзер Е100, аккумулями, у которого 420 пробития. Там, ну, как бы нет времени выцеливать, да, получает тысячу свою. Все остальное пробивает очень скрипя сердцем. Вот, например, противостояние моего же Бэджера против другого Бэджера. Я знаю, куда его выцеливать. Пытаюсь его в эти вот СИСы развеселые выцеливать, и примерно раз через раз залетает. Еще раз, там приведенных миллиметров 333, бронепробитие у меня 320. Шансы пробить имеются, но они, скажем, ну, немного не в мою пользу. Но самое главное, имеются. И еще, пока я тут немножко поигрывал на тесте, заметил, что различные кумулятивы пробивают эти СИСы Бэджера гораздо более охотно. Причина тому проста. У них нет никакой там погрешности и плохой нормализации, как у подкалиберов. Им не нужно доворачивать. У них, прежде всего, базовое пробитие обычно выше, чем у подкалиберных снарядов. Ну, у большинства танков, да, там, допустим, 30-30, 340 пробивает кумулей, а подкалиберы, там, у кого-то и 280, и под 300. Ну, в общем, такое все. Короче, кумулятивами она разбивается гораздо более охотно. И здесь такие китайские танки, советские СТ-шки, например, и другие СТ-шки имеют больше шансов сражаться с Бэджером. Потому что, если ты выцелил эти кокарды, то ты пробиваешь. Не, она вот показалась, вроде бы, на тесте, да, вот мы когда катали, прям, уах, офигеть, все сошли с ума, как будто неуязвимая. На деле оказалось, конечно, не так. На деле оказалось, что на тесте никто почти ББшками не стреляет, и она там живет недолго. И местами, вроде бы, кажется, что нет, ну фигня, ну о чем вы говорите? Какая имба? Тупо дичь какая-то, корм там для тех, кто фугасик привез. Но будьте внимательны, это тест. И здесь бои одноуровневые, с десятками почти каждый раз. Да что там почти? Каждый раз. Но если это выйдет все на основу, где вы будете воевать на Бэджере и против восьмых уровней, вот там, вот там, друзья. То есть это тот случай, когда тебя никто не пробьет голдой никуда, кроме, пожалуй, нижнего броневеста. Напомню, в нем приведенных миллиметров тоже 243. То есть какая-то восьмерка вот такая просто с улицы, возможно, только голдой будет пробивать, а ББшками тоже не будет. А пока там они стучат, да, деньги нам отдать, мы с них столько счистим урона, что не каждый еще это противостояние выдержит. Собственно, идеальная кондиция для Бэджера, это когда не нужно ехать. У ПТ максимальная скорость таки оказалась не 34, а 30 км в час, и удельная мощность финальная 14,6. В принципе, немедленная. То есть максималка маленькая, это да, но набирает она эту максималку довольно хорошо. Скорость заднего хода 12, тоже могла быть бы и хуже. То есть с этим всем немножко пострелял, допустим, вот здесь, и успеваешь еще вернуться на базу. Рано или поздно вот в этом бою придется. И что я заметил? Собственно, для обороны, если ехать никуда не нужно, и есть возможность подготовиться, то есть занять хорошую позицию, гнездышко там себе свить, устроиться, нижний бронелист спрятать и приготовиться на отходе, каждый раз стреляя, двигаться так, чтобы нижний бронелист и продолжал быть скрытым, то тогда получается достаточно успешно. Могу так сказать, успешней, чем на любой другой ПТшке в игре. То есть это вот, как бы объяснить, самое вот чувство, которое они обычно уже, ну, покидают тебя, да, то есть ты не помнишь ни одного такого танка, на которого можно было бы посмотреть и сказать, вот это вот реально броня. Сейчас, ну, все супертяжи голдой, Маусы, Тай-5 Хэви пробиваются в любые места, то есть только голдой и все, и по ним только голдой и стреляют, и нет такого чувства, ну, вот на пофиг, я просто пру и мне плевать. А на этой ПТшке такое ближе всего и чувство появляется. Если просто не на этой ПТ, то ни на какой другой уж точно. Еще эта ПТшка, само собой, замечательно атакует и держится неплохо в группе каких-нибудь таких же ПТшек. Бывала у меня картина, когда вроде бы стоишь себе на бэджере, нормально так тащишь, во все стороны стреляешь, тут выезжает три бэджера на тебя из рельефа, и ты понимаешь, что, ну, нет, шансы все-таки не в твою пользу. Короче, она в стайках хорошо себя будет чувствовать, но и самое-то, самое главное, и в одиночку. Рандом это не командная игра. World of Tanks только в ранговых боях еще имеет какие-то там оттенки командной игры. В рандоме это исключительно игра, там, 15 против 15 сольных игроков. И здесь особо беды нет. Вот, например, эта карта, смотри. Наши лолики ни единому в голову даже близко не пришло, что нужно ехать как бы обороняться. Но я подумал, ну и что, хрен с ними, как обычно. Господи, тестовый сервер, всем еще более насрать, чем в другой раз. И поэтому я решил проверить, а смогу ли я в одну дудку остановить там это все. Ну, а пока вы смотрите, как я пытаюсь, а моя команда нет, попытаюсь финализировать по бэджеру. Что в итоге получается? Эмоционально этот танк притягивает, и на нем играть невозможно оторваться. Примерно те же были чувствами когда-то на 185 и бабахе, потом на Type 5 Heavy, и, наконец, вот на бэджере. Не думаю, конечно, что я буду играть только на нем, и все время свое буду тратить только на него, и обожать его там, все-все-все. Но просто из всех остальных новинок, что появилось в патче 9.21, все остальное, ну, такое, серое. А вот бэджер, это прям яркий свет. Вопрос лишь только в том, каким он доедет до нас, до основы, когда выйдет этот патч где-нибудь там в середине, или в первой части декабря. Понерфят ли его, как это было с кранвагном? Или оставят такие, какие он есть? Вот самый главный вопрос. Если оставят, то всем восьмеркам не жить будет просто. Если он попадает в топ, то там хоть цветых выносить. Да и в дно тоже, да, в одноуруне в боях, если по нему не стреляют только голдой, он тоже отлично будет. Но если его понерфят, то здесь, само собой, вопросы остаются открытыми. Да, я буду держать вас в курсе, как оно будет. Ну, а пока, пока, поиграйте на тесте. И вы поймете, что та бабаха, которая была до этого в этой ветке, на самом деле пустяк. А вот настоящая вещь. На сегодня все. Подписывайтесь на канал и жмите лайк, если было интересно. Пока, пока.